Библейский портал экзегет.ру представляет Вавилонии не разорили страну. Того и дело пришлют еще одну карательную экспедицию. В Египте удастся от них укрыться. Захватим, думают они с собой, и Иеремию. Он пророк, хотя мы вообще-то не очень хорошо относимся к его пророчеству. Но кто его знает, друг, пригодится. Ну и привели его на свою голову. Вот слово, которое было Иеремией для всех иудеев, живущих в Египте, в Мигдоле, Тахпанхесе, Нофе и в земле Патрос. Перечисление различных городов и областей. Так говорит Господь, воинство Бога Израиля. Вы видели, какую беду я послал Иерусалиму и всем городам Иудеи. Сегодня они лежат в руинах, жителей в них не осталось, ибо они творили зло, меня гневили. Они поклонялись, воскуряли и служили богам иным, которых ни они, ни вы, ни отцы ваши не знали. Я посылал к ним рабов моих, пророков. Посылал вновь и вновь с такими словами. Не делайте эту мерзость, я ненавижу ее. Но не слушали они, не внимали. От зла своего не отступали. С богам иным выскуряли. Излился мой яростный гнев, плавал в городах Иудеи, на улицах Иерусалима. Ныне города эти стали разваленными и пустыней. Зачем все это повторять? Это все правда. И всю первую часть книги Иеремии, вот ровно это он им и говорил. И это не сработало. Зачем теперь злорадствовать, показывать пальцем, говорить, ага, я же вас предупреждал, а вы не послушались? Да потому что его миссия не окончена. Он пытается объяснить израильтянам, как это устроено. Сначала он предупреждает их, потом он дает осмысление прошлому. Люди не любят осмысливать прошлое. Нет, они любят гордиться прошлым. Это сколько угодно. То есть говорить о каких-то славных достижениях, великих победах, а постараться понять смысл поражения. Почему это случилось? Да ну это случайно так вышло, очень злые враги попались. Нет. А почему это важно? Какая разница, что было, оно прошло, его уже не изменить. А можно изменить себя, можно изменить свою дальнейшую жизнь, к чему Иеремии призывает. Почему же и теперь, так говорит Господь, Бог воинств, Бог Израиля, вы творите великое зло против самих себя, отсекаете себя от Иуда, мужчину и женщину, ребенка и младенца, так что никто из вас не уцелеет. Вы гневите меня делами своих рук, ускоряйте богамыным в Египте, куда вы пришли, чтобы там поселиться. Вот одна из главных вещей, которые плохи про это переселение в Египет, страна языческая, как и Вавилония. Но в Иудее, в Иерусалиме есть хотя бы память об этом единобожии. Здесь уже они просто растворяются в этом египетском огромном государстве. Вы погубите себя, обречете себя на проклятие и позору всех народов земли. Неужели вы забыли о злодействах ваших отцов, о злодействах царей иудеи и царских жен, о ваших злодействах, о злодействах ваших жен, ибо обо всем, что творилось в Иудее и на улицах Иерусалима. До сих пор вы не смирились, не боитесь, не живете по закону моему, по моим установлениям, которые отдал вашим отцам. То есть место перемены, внутренние вы склонны к попытке найти место, которое будет устроено иначе, спрятаться от Бога, как пророк Иона. «Потому так, говорит Господь, воинств Бог Израиля, на горе я обращаю к вам лицо мое, я истреблю всех иудеев, я погублю уцелевших иудеев, которые решили идти в Египет, а там поселиться все, они погибнут, умрут в Египте. Отмечая голода, они погибнут, большие и малые, отмечая голода, умрут. И станут они примером проклятия и ужаса, поношением и позора». Ну, то есть будут на них ссылаться, и говорят, вот смотрите, как это получилось. «Я покараю живущих в Египте, как покарал я Иерусалим, мечом, голодом и мором. Никто из уцелевших иудеев, которые пришли в Египет и там поселились, не выживет, не спасется, не вернется в иудею. Всей душой хотят они вернуться и жить в иудеи, но не вернуться, кроме бельвецов немногих». Ну вот он долго и подробно это разбирает. И дальше какова реакция? «Все мужчины, которые знали, что их жены воскуряют богам иным, все женщины, стоявшие там большой толпой, весь народ, те, кто жил в Египте, в Патросе, сказали Иеремии в ответ». Интересно, что мужчины знают, что их жены воскуряют. Сами мужчины вроде бы нет, да? Почему такая вот гендерная разница, как сегодня это называют? Трудно сказать, но может быть для женщин более свойственно обустраивать свой дом в соответствии с какими-то представлениями окружающих, да? И вот везде воскуряют богам, чем мы хуже, может и нам поможет. Что-то может быть из этой серии. Итак, что они сказали? Ну мужчины тоже вполне солидарны, оказывается. «Мы не станем слушать тебя, не станем слушать то слово, которое ты вещаешь нам от имени Господа. Мы будем и дальше делать все то, что мы клялись делать. Воскурять, Ладычица, небо, совершать ей возлияние, как прежде делали мы и отцы наши, цари и вожди наши в городах Иудеи». И на улицах Иерусалима. «Ведь тогда мы досыто ели, счастливы были и горя не знали. А с тех пор, как мы перестали ускорять Ладычице небо и совершать ей возлияние, мы бедствуем, отмечая голода, погибаем». Ну, логика у них ровно противоположная. Как же все было хорошо, да? Вот можно себе представить, живет некое человеческое сообщество. У них вроде все хорошо, но просто у них есть какие-то фундаментальные искривления, ошибки, мерзости, которые эту жизнь подтачивают изнутри. Потом хоп, и все стало плохо. И они говорят, вот это потому, что вы там нам говорили, не делайте так, не делайте так, это и вы сглазили. Или там фортуна нам другим боком повернулась. А логика-то очень простая. Вот вы готовили то, что происходит. «А женщины сказали, когда мы воскуряем владычице небо и совершаем ей возлияние, разве без ведома наших мужей мы готовим для нее жертвенный хлеб с ее изображением и совершаем ей возлияние?» Интересная деталь, хлеб с ее изображением, да? То есть, ну, наверное, формировали какие-то печатные пряники сегодня это называется, но не пряники, конечно, вот эти вот лепешки с выдавленным изображением. Иеремей сказал всему народу, мужчинам и женщинам, всем людям, которые возражали, ему сказал он так. «Не эти ли воскурения, которые вы совершали в городах Иудеи на улицах Иерусалима, вы и отцы ваши, цари и вожди ваши, и народ страны, не эти ли воскурения Господь вам припомнил, не они ли достигли его сердца?» Вот ничего их не принимает. Никак они не могут понять этого простого принципа, что человек получает наказание за свою развратную жизнь, за свои грехи, причем цель наказания изменить его жизнь, заставить его отказаться от этого. «Не мог Господь больше терпеть ваше злодейство, мерзость, и которое вы творили. И теперь ваша земля превратилась в пустыню, в ужас и проклятие. Жителей на ней не осталось. За то, что вы воскуряли, не жили по его закону, по его установлениям и повелениям, за это и обрушилось на вас ныне бедствие». Вот как определить за что? Люди часто спрашивают, за что? Можно по прямой хронологической последовательности, я не знаю, там плохо подумал о ком, он споткнулся, упал. Но если бы так это все работало, наверное, люди бы на кукол походили, у них немедленно коррекция поведения всегда бы наступала. А вот где эта логика? Они говорят, пока мы воскуряли, все было хорошо. Иеремей говорит, вы воскуряли и тем самым привели к плохому, и поэтому хорошая не задержалась. голос Господа, то есть ясно выражен на его волю. Иначе можно до бесконечности обсуждать, что пока я в черном пиджаке, на улице жаркая погода, мне как раз неудобно в нем, или я забыл зонтик, значит, сегодня пойдет дождь. Но это какие-то приметы на чисто внешнем уровне, и люди любят мыслить на этом внешнем уровне, иеремия как раз в огромной степени старается их вывести вот из этого мышление приметами, мышление стереотипами в ситуации, где они будут познавать волю Божию, которую они возглашают. Иеремия сказал всему народу, всем женщинам, слушайте слово Господне все иудеи в Египте. Так говорит Господь воинств Бог Израиля. То, что вы и ваши жены говорили, то вы и делаете. Говорили вы, мы исполним обеты, которые дали, будем ускорять ладычице небо, совершать ее возлияние, так исполняйте, исполняйте свои обеты, храните обеты ваши. Поэтому слушайте слово Господне все иудеи, живущие в Египте. Клянусь моим великим именем, говорит Господь. Имя мое больше не прозвучит в устах иудеев в Египте. Никто из них не скажет, жив Господь Бог. В Египте богов много, все эти Осирисы, Ра и прочие. Вот вы им поклоняетесь, им и поклоняетесь. Меня с вами больше нет. Вот это, наверное, одна из самых печальных историй, когда Бог, собственно, не просто наказывает, но говорит, все, вы больше не мои. Я не спущу с вас глаз, но не на благо вам, а на горе. И будут иудеи в Египте гибнуть от меча, и голода пока совсем не исчезнут. Лишь немногие спасутся от меча, и вернутся из Египта в Иудею. И тогда остаток иуды, пришедший в Египет, чтобы там поселиться, узнает, чье исполняется слово, мое или его. И вот вам знак, говорит Господь, что я покараю вас на этом месте. Знаете, что исполнятся слова мои вам на горе. То есть, и даже знамение, которого никто не просит, здесь будет. Настолько вот Господь хочет внятно донести эту простую мысль. Вы живете определенным образом и создаете себе последствия, которые вы переживаете, и бежать от них на другую территорию бесполезно, надо менять жизнь. И вот вам знак, говорит Господь, что я покараю вас на этом месте. Знаете, что исполнятся слова мои вам на горе. Так говорит Господь. Я отдаю фараона Хофра, царя египетского, очевидно, это текущий царь, в руки врагов его, в руки тех, кто жаждет его смерти. Как я удал Садыкию, царя иудеи, в руки врага его Новоходоносора, царя Вавилонского, который жаждал его смерти. Вы бежите в Египет, чтобы там не повторилась иерусалимская история. В Египте повторится иерусалимская история. Для того, чтобы вы выучили наконец свой урок. Ну, конечно, есть и свои причины для этого повтора внутри самого Египта. Вавилония захватит и Египет тоже. 45 глава будет маленьким таким послесловием к этому.